МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами Татьяна Викторовна Брыксина, начальник управления организацией назначения и выплаты пенсий ПФР по Кристинарскому краю. Доброе утро. Добрый день. Про индексированные пенсии с 1 января 2020 года. Такие заголовки мы видели. Кто, у кого пенсии проиндексированы и на сколько вообще в принципе? То, что касается индексации, впервые в 2018 году в конце года был принят 350 закон, который закрепил на 6 лет вперед индекс пенсии. До этого в основном законе о страховых пенсиях индексация предусмотрена была на уровне инфляции. И все, кто давно получает пенсию, помнят, первая индексация проходила в феврале, поскольку какие-то итоги подводились. Вторая индексация за истекший год проходила уже до индексации в апреле. Вот этот 350 закон, он внес как раз изменения и закрепил этот индекс. Примерно это где-то уровень индекса идет на 7%, около 7%, 6-7% от года в год. До 2025 года включительно. А с 2025 года, как уже послание президента было сказано, он предлагает вообще закрепить. Как там дальше будет, я не готова сказать. Но на сегодня у нас с вами закреплена вот эта индексация. Можно в этом законодатель, законе посмотреть как раз вот индекс. Более того, эта индексация теперь проводится с 1-го числа, 1-го месяца года нового. В этом году у нас прошла индексация на 6,6%. То есть получилось, вот, соответственно, индексация проводится страховых пенсий. То есть заработанных. Да, страховых пенсий. Сегодня у нас получатели страховых пенсий, а их от общего числа получателей пенсии, 90,2% это 718 тысяч страховых пенсий. А вот чем отличаются страховые пенсии и просто пенсии? Вот для понимания, что это? Государственные пенсии. И есть страховые пенсии. Государственные пенсии, это государство берет на свое содержание людей, у которых не хватает трудового стажа, нет заработка, либо вообще по каким-то социальным показаниям он вообще не работает. Ну, инвалид с детства. Человек и государство берет, и вот это государственные пенсии, в том числе социальные, как их называют. Также государственные пенсии предусматривают еще это за особые заслуги. Это, допустим, вторая пенсия инвалиду Отечественной войны. То есть есть страховая пенсия, есть как инвалиду. Вот он получает две пенсии. Но это право предоставлено законодателям. Вот такие виды пенсии. То есть у нас в государстве невозможно остаться без пенсии? Невозможно. В любом случае, если у тебя наступает возраст, что бы ты ни делал, а бы ты мог вообще ничего в жизни не делать, все равно какая-то пенсия у тебя будет. Разница между страховой пенсией и государственной все-таки есть. Ну, во-первых, она в некоторых случаях в размерах есть. Во-вторых, она при условии назначения. Если трудовая пенсия, страховая, как называемая, назначается сегодня в соответствующий возраст, это сегодня выходит в 2020 году женщины, достигшие 55,5 лет, и мужчины 60,5 лет, то, соответственно, государственная пенсия назначается на 5 лет позже. Если взять, допустим, уровень 2018 года на 31, до принятия вот этого закона о повышающем возраст, то там было таким образом женщина в 55, а государственная пенсия ей, вот именно социальная пенсия, назначалась на 5 лет позже, в 60. Можно я быстренько вернусь к этой фиксированной индексации? Да, вот на данный момент она превышает официальную инфляцию там чуть ли не в два раза. Чуть ли не в два раза. Вот это закрепление, оно железобетонное. Я не хочу делать негативно, но вдруг по каким-то причинам экономическим, а такое бывало в истории России, инфляция раз и станет какой-то запредельно высокой. В этом смысле индексирование будет как-то меняться? Я так полагаю, что для того, чтобы изменить индексацию, нужно изменить закон, который был принят. И ввел индексацию, вот на 5 лет закрепил ее. Поэтому какова и будет экономическая ситуация. Это уже да. В какой-то ситуации, я так понимаю, есть возможность отката и вернуться к этой истории? Судя по тому посланию президента, который он, соответственно, отката не должно быть. Ну, тогда будем надеяться, и инфляция не будет превышать какие-то негативные ожидания. С 1 февраля также увеличиваются выплаты. Вот как раз про это хотелось бы поговорить. С 1 февраля выплаты увеличиваются. Это ежемесячная денежная выплата. Это взамен натуральных льгот. Она выплачивается у нас федеральным льготником. То есть это есть инвалиды у нас получают такую-то выплату. Потом еще есть категория граждан, как вдовы инвалидов, как участники в это... Великой Отечественной Валерии. Да, 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 Великой Отечественной Валерии. Они получают вот эту выплату. Индексация этой выплаты, вот сейчас пришла уже, так скажем, нам информация о том, и мы готовимся к этой индексации с 1 февраля. Она на 3%. На 3%? На 3%. Да, 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 да. А судя вот в этой выплате, содержится еще и набор социальных услуг. Набор социальных услуг – это компенсация лекарства, да, вот, санаторно-куротная, и, соответственно, там проезд еще. Что касается социальных пенсий, они будут проиндексированы? Они будут проиндексированы, будут проиндексированы, как и запланированы законодательством, это с апреля месяца, вот, каждого года они индексируются. И прогнозный показатель, пока только нет показателя соответствующего, прогнозный где-то на уровне индексации страховых пенсий. А это у вас сколько на уровне страховых пенсий? Ну, если говорим, что 6,6 было, да, возможно, больше будет. Пока я не готова сказать, это еще решается. Если мы берем такую категорию граждан, как работающие пенсионеры, то, что касается работающих пенсионеров, с 2016 года введено изменение в законодательство, и работающие пенсионеры получают размер пенсии без индексации, но без индексации текущего года. То есть, получается, если пенсия назначена, допустим, в 2015 году, с 1 января 2016 года была индексация, то работающему гражданину пенсия увеличивается на этот индекс, но к выплате остается прежней. Господи, как это сложно. То есть, пенсия назначается по показаниям и условиям текущего момента. То есть, если я назначаю пенсию в 2020 году, то, соответственно, пенсия назначается с учетом индексации и январской 2020 года, и всех предыдущих. А все у нас много работающих пенсионеров? То, что касается работающих пенсионеров. Работающих пенсионеров у нас между 22-23% от числа всех пенсионеров. Есть работающие пенсионеры, то есть, получается, плавающие эта цифра за счет чего? Одни продолжают работать, назначают пенсию, то есть, впервые, и продолжают работать, другие увольняются. Поэтому эта цифра немножко колеблется. Но в среднем вот от 22 до 23%. Есть такая информация, что 1 августа будет перерасчет пенсии для работающих людей. Ну, это не только 1 августа будет, это ежегодно. Производится перерасчет именно работающим пенсионерам по итогам предыдущего года. Значит, 1 августа 2020 года будет также произведен перерасчет по итогам 2019 года. То есть, кто в 2019 году работал месяц, два, три, тоже будет перерасчет. Но он будет небольшой. Перерасчет делается также из индивидуальных пенсионных коэффициентов, но не более чем три индивидуальных пенсионных коэффициента. Ну, это в среднем надбавка вот такая. Мы делали так, статистику, в среднем вот эти 22% работающих граждан, да, вот, все процент корректировки этой в районе, наверное, 200-300 рублей где-то вот так вот. Ну, у кого-то 200, у кого-то меньше. То есть, если человек за год заработал больше индивидуальных пенсионных коэффициентов, идет ограничение тремя. Если меньше, то, соответственно, индивидуальный коэффициент тот, который у него заработан. А вообще, в принципе, пенсия из чего складывается? Потому что совсем недавно стало известно, там, в простонародье мы назовем это, баллы, как я понимаю, у вас это, как называется, коэффициент. Индивидуальный, да. Что это такое вообще? Как это работает? И насколько это влияет на нашу будущую пенсию? Как это работает? Ну, так скажем, индивидуальный пенсионный коэффициент – это параметр, отражающий пенсионные права каждого гражданина. То есть пенсионные права складываются из чего? Из продолжительности трудового стажа. Первое. То есть чем больше работаешь, дальше. Заработная плата. Заработная плата учитывается, размер заработной платы среднемесячной учитывается до 2002 года. С 2002 года за счет поступивших страховых взносов. Плюс еще индивидуальные вот эти коэффициенты складываются у женщины. Это уход за детьми, соответственно, вы знаете, сколько там получается. Один и восемь – это коэффициенты за год ухода. За вторым ребенком там уже повыше коэффициент, за третьим еще выше. Поэтому также в индивидуальных пенсионных коэффициентах учитывается и продолжительность у мужчин – это военные службы по призыву. И вот также один и восемь за год военной службы. Почему эти вот периоды называются не страховыми? Потому что, ну, человек, понятно, за него никто не платит. Он же находится, женщина ухаживает за ребенком, мужчина служит, да, молодой человек. За него никто не платит систему в бюджет пенсионного фонда страховых взносов. Поэтому вот такие вот баллы мне определено. А если человек уже вот вроде как дожил до пенсионного возраста и готов выходить, но у него не хватает вот этого коэффициента, может ли быть такая ситуация? Что с этим делать? С действующим законодательством предусмотрено, если человек, ну, понятно, который следит за своим лицем еще там, понимает, да, на каждую дату вот буквально можно посмотреть, сколько у тебя вот этих коэффициентов заработано и продолжительность стажа. Ведь сегодня условия выхода на пенсию, это не менее 30 коэффициентов продолжительность стажа 15 лет, вот, ну и наступление вот того возраста, который будет на тот год, когда ты будешь выходить, да, соответственно. Но, когда вводились вот эти параметры, индивидуальный пенсионный коэффициент и требования к стажу, а это были параметры введены в 400-м законом увеличена продолжительность трудового стажа, требуемого для назначения страховой пенсии. Также было сказано, что вот эти требования к увеличению продолжительности, они поэтапно. Поэтому на 20-й год нужно не менее 11 лет страхового стажа, то есть стажа, за который были уплачены страховые взносы, плюс еще нужно именно 18,6, это вот стоимость коэффициента, да, вот этих коэффициентов, ну и соответствующий возраст. Да, действительно, у большинства, ну не у большинства, я бы сказала, наверное, есть категория граждан, которые не могут сегодня вот соблюсти, вот при выходе на пенсию, то есть при наступлении пенсионного возраста, у него нет этих либо коэффициентов количества, либо продолжительности стажа не хватает. Почему? Ну, к этой категории относятся люди, которые либо работали, как мы говорим, получали, да, неофициально, то есть у него нет стажа, за который уплачивались страховые взносы, у него, это самое, допустим, никаких взносов вообще не поступало, да, если с 2002 года. Далее, это люди, которые, ну, на сегодняшний день, так скажем, в местах не столь отдаленных были, да, это прибывающие граждане из бывших наших государств, да, вот это СНГ. А здесь домохозяйка, например. Вот, домохозяйка, да, может быть в такой ситуации оказаться домохозяйка. Но законодатель еще с 2002 года предусмотрел добровольное вступление в правоотношения. Если вы не работаете, вернее, ваша жена не работает, мужу можно было вступить, то есть ей вступить в добровольное в правоотношение, то есть уплачивать за нее. Но вот этот стаж учитывается не более половины требуемого. То есть если сегодня у нас самозанятое население, которое не оформлено в качестве индивидуального предпринимателя, не платит налоги, не платит в пенсионный фонд взносов, да, вот, то есть не оплачивается, сейчас предложили, вы знаете, эксперимент идет, да, это самое, добровольно оплачивать вот самозанятому населению не взносы, а речь идет о налогах. Но никто же не мешает вам вступить в добровольные правоотношения, как неработающий гражданин, и, соответственно, платить взносы. А что им делать? То есть люди просто не будут получать пенсию? Или они как-то могут этот коэффициент наработать? Нет, мы еще в начале разговора выяснили, что какая-то, какая-никакая пенсия будет. Будет, но позже. Но позже. Но позже. Вот поэтому предлагаем всем на сегодняшний день очень внимательно наблюдать за состоянием своего лицевого счета. Лицевой счет пополняется ведь не только, значит, периодами работы, да, периодами службы, чтобы коэффициенты все были учтены. Также периоды, думаю, ухода не только за детьми, но и за нетрудоспособными гражданами. В силу каких-то особенностей в семье, допустим, человек не может устроиться на работу, вернее, не работает, потому что ему нужно осуществлять уход за вот за кем-то. Татьяна Викторовна, разговор наш, вот, можно продолжать. И понятно, что вот нормальная эффективная система, работающая, она не может быть простой. Выникнуть во все эти баллы, это невозможно нормальным учебным, это невозможно понять вот с первого раза. Есть у вас какие-то курсы повышения квалификации, курсы просвещения? Понимание, что это? А где человек простой, рабочий, предпенсионный, может постичь вот эту всю религию вашу? Так, ну, то, что касается вот курсов таких, как таковых курсов нет, но на сайте Пенсионного фонда есть рубрика, где все рассказывается об этом. Далее мы можем дать консультацию, придя, то есть получить консультацию, соответствующую в клиентской службе. Более того, органы Пенсионного фонда сегодня, так скажем, основная задача их начать работать, вернее, и продолжать работать, подготовить гражданина к выходу на пенсию. То есть за пять лет, вот пять лет вам осталось до возраста, да, определенного, вы можете обратиться и с вами начнут работать, проверят, чего хватает, чего не хватает, что нужно добавить, куда запросить, когда вам окажут помощь, запросить дополнительные документы. Это все сегодня делают вот именно клиенты. Это прекрасно. Поэтому, дорогие люди, вот перед выходом, вот, знаете, сегодня пенсия, а завтра вы кричите «Карула ограбили». За пять лет до этого можно, в общем, навести все справки, понять и, в общем, осознать, как работает система и сколько денег, в конечном итоге, вы будете получать. Большое спасибо. Спасибо вам большое. Большое спасибо. Дорогие друзья, мы идем дальше. Сейчас реклама в нашей программе. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...